Телебаннер. Специальная цена. Внимание, акция. 440 прокатов телебаннера на телеканале Рика ТВ. За 45 тысяч деньги. При заказе двух месяцев проката изготовление бесплатно. Телефон отдела продаж. 220-250-222-300. Батареи в квартирах некоторых аксюминцев уже стали горячими. В первую очередь тепло было подано во все школы, детские сады, поликлиники и больницы. После запуск начался и в жилых домах. Подача тепла в дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. А он в октябре, как известно, стартовал 1 октября. Особо подчеркивают в Трансэнерго. Еще 10 дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов. В областном центре в понедельник утром тепло получили жители более 400 домов. Процесс постепенно. Сразу все дома запустить невозможно. Это, во-первых, людей не хватает. Во-вторых, мы сразу гидравлику посадим. Это должно идти постепенно. Постепенно увеличивается пуск домов и постепенно ТЭЦ будет добавлять нам по нашей заявке воду. Таким способом будем запускаться. Мы рассчитываем в течение этой недели все запуститься, кроме тех домов, которые... Ну, есть некоторые дома, которые летом спали, только начали работу. Иметь автомобиль становится все более накладным, потому что Ак-Тубе, впрочем, как и весь Казахстан, начало лихорадить от повышения цены на бензин. Он вновь подорожал. Цены пока подняли не все местные заправки, но, тем не менее, на некоторых стоимость на самую популярную марку АИ-92 увеличилась сразу на 5 тенге. Так, на заправках Вестойл с прошлой недели стоимость АИ-92 подскочила сразу до 152 тенге за литр. АИ-95 здесь пока продают по прежней цене 155 тенге. Повысили стоимость АИ-92 до 150 тенге и на всех заправках компании Гелиус. АИ-95 здесь продают также по новой цене – 164 тенге за литр. Незначительно повысилась цена на бензин АИ-92 на заправках Синойл – 148 тенге. 95-ю марку продают по 161 тенге. 75 октябинцев будут обучены в ближайшие месяцы учебным центром Таксимфуд Академии. Соответствующий меморандум с компанией был заключен городским центром занятости. Всего же центром занятости населения были подписаны 4 меморандума с местными учебными центрами. Согласно принятым соглашениям, в октябре обучение пройдут 220 безработных жителей Актубе. Они освоят профессии повара, администратора, кассира, бармена, газоэлектросварщика, а также слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. А после завершения курсов планируется трудоустроить всех обучаемых. 12-13 октября в Актубе пройдет пятый международный инвестиционный форум Актубе Инвест-2017. Он соберет более 300 участников из 15 стран мира. Основной целью инвестиционного форума является презентация инвестиционного потенциала региона, продвижения ее благоприятного инвестиционного имиджа и стимулирования притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику Актубинской области. В ходе инвестиционного форума планируется подписать более 10 меморандумов о сотрудничестве в сфере промышленности и АПК. На площадках форума будут презентованы преимущества региона для ведения бизнеса, перспективные проекты для вложения инвестиций, обсуждены вопросы обеспечения экономического роста в реалиях мировой экономики, выхода продукции агропромышленного комплекса на иностранные рынки, интеграции в рамках ЕС и многое другое. Обо всем этом рассказал заместитель Акима области Кайрат Бекенов на специально организованном брифинге. Цены растут. Инфляция в прошлом месяце, по данным областного управления, составила 0,3%. В сентябре дешевле стали овощи, лук, морковь, капусты и картофель. Правда, не на много. В среднем за кило картофеля нового урожая сейчас приходится платить. Сенгена 10 меньше, чем в августе. Окончание сезона от домашнего консервирования повлияло на стоимость сахара. Он подешевел на 8,5%. Также отмечается едва ощутимое снижение цен на крупы. Дороже стали фрукты, огурцы и мясо. И продовольственная группа товаров на этот раз вообще не радует. Повышение цен коснулось не только бензина, но также угля, дезис, топлива, фармацевтических препаратов, канцтоваров, одежды и обуви, вырастарив на газы некоторые услуги. Глава национального обладка страны Даниар Акишев так прокомментировал причины повышения цен. Бюджет пополнился на 61%, но увеличились пенсии, пособия и зарплаты госслужащих. Октябрь в Актюбе начался замороз. Ков в ночь с 1 на 2 октября в городе выпал первый снег, синоптики заранее предупреждали актюбинцев об ухудшении погоды. В свою очередь, наши на монтажках уже появились и первые клиенты. Сейчас цены на переобувку, как всегда, немного разнятся. Цены за услугу для стандартных легковушек сегодня в Актюбе начинаются от 3800 тенген. Сегодня, как вчера ночью прошел снег, уже клиенты начали беспокоиться за свою жизнь, за беспокоиться за свой автотранспорт. И вот именно из-за того, что снег выпал, сегодня приехали два клиента, у нас уже переобулись на зимний шин. Ни один актюбинский школьник, растущий в малообеспеченной семье, не остался в этом году за пределами учебного процесса. Этому посодействовали чиновники от образования, главные инициаторы акции «Дорога в школу». Во вторник они отчитались о проделанной в этом направлении работе. В общей сложности неравнодушные граждане собрали для нуждающихся 150 миллионов тенген. Помощь в виде школьной одежды и канцелярских принадлежностей получили более 20 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. Таким образом, актюбинская область лучше всех справилась с исполнением поручения главы государства об обеспечении полной посещаемости учащихся образовательных учреждений страны. Во вторник актюбинских ветеранов вооруженных сил наградили медалями «Невада семей» и почетными грамотами. Церемония вручения прошла в Департаменте по делам обороны. Проводить торжественное вручение поручили доктору военных и исторических наук, профессору-полковнику Киму Серегбаеву. Он был первым казахом, окончившим аспирантуру Академии имени Фрунзе в Москве, защитил диссертацию, получил ученую степень и воспитал огромное количество достойных офицеров. Сейчас Ким Серегбаевич считает, что самое главное, чтобы не было войны, но это не отменяет необходимости воспитывать достойных военных. В среду у глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Ак-Тюбе. В ходе поездки президент посетил ряд промышленных и социально-культурных объектов, побывал, к примеру, на рельсобалочном заводе и актюбинском заводе ферросплавов, одном из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. Назарбаев ознакомился с работой цеха, специализирующегося на производстве высокоуглеродного феррохрома, производительностью 440 тысяч тонн в год. А после президент посетил Академию творчества, где ознакомился с ходом работы уникального комплекса. Осмотрел различные аудитории, кружки, где занимаются юные актюбинсы, также поговорил с творческой молодежью. В ходе визита глава государства поговорил с одними из самых юных дарований. Актюбинские онкологи учатся удалять опухоли малотравматичным способом. И это позволяет выиграть время. Больной быстрее идет на поправку. В среду в медцентре медуниверситета имени Марата Оспанова прошел мастер-класс. Его провел ведущий лапароскопический хирург страны СНГ и Европы Сергей Байдо. Сам он прибыл из Украины. Визит зарубежного врача проходил в рамках 60-летия медуниверситета. На операционном столе оказался пациент, у которого была обнаружена опухоль желудка. Злокачественное образование удалили при помощи эндоскопической хирургии вместе с желудком. Лапароскопическая гастрактомия проводится при уже внедренных оперативных технологиях инновационных с применением современной аппаратуры, которая действительно, как вы сказали, наполняет газом брюшную полость, создается операционное пространство. При этом с помощью специальных манипуляторов удаляется желудок с опухолью. Это позволяет добиться малой травматичности, ранней выздоровленности, что пациент в краткие сроки выписывается домой. В Казахстане отмечается рост цен на уголь. Об этом сообщает Кастак. Проблема, как оказалось, ежегодной и возникает в период прохождения отопительного сезона. Уголь в нашем городе есть, о чем свидетельствуют частные точки отгрузки, которые дефицита не испытывают. Правда, ажиотажа здесь тоже не наблюдается. Покупательский спрос невелик, признаются реализаторы. Возможно, все дело в цене. Если летом тонна качественного карагандинского угля стоила 11-12 тысяч, то сейчас за нее придется заплатить 14,5. Но в некоторых регионах страны стоимость тонны продукции шубаркульского месторождения дошла до 23 тысяч за тонну. При этом в Минэнерго подчеркнули, что цена образования на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства. Закупы и распределения угля для населения в регионах относятся к компетенции местных исполнительных органов. В каком состоянии пандусы и есть ли они вообще? Ответ на этот вопрос пыталась найти специальная комиссия, которая провела рейд по специальным и культурным объектам города. Надо признать, что большинство из них совершенно не приспособлены для лиц с ограниченными возможностями. По городу у нас, как видите, 40 объектов для города – это что? Это же не что. Ну пусть даже, допустим, не я. Есть объекты, которые самостоятельно делали. Ну пусть будет это 50-60 объектов. Все равно это маловато, конечно. Это должны быть все объекты адаптированы. Это не прихоть инвалидов. Это требование законодательства такое. Чтобы не просто были пандусы установлены, а установлены согласно требованиям. Напомним, подобные рейды проводятся в последнее время регулярно, но носят скорее рекомендательный характер. К началу текущего года проведена паспортизация 143 объектов. Адаптации подлежат 120 из них. 51 здание уже приведено в соответствии с нормам закона о защите прав инвалидов. До конца года планируется обустроить еще 20. Западно-казахстанскому медуниверситету имени Марата Успанова исполнилось 60 лет. За это время преподаватели вуза подготовили тысячи специалистов, которые работают не только по всей стране, но и за ее пределами. В рамках празднования юбилея в Конгресс-холле вуза состоялась научно-практическая конференция. Учить и лечить одновременно правила, о котором говорили Сеченов, Пирогов и Боткин еще два века назад. В старейшем Оксюбинском медуниверситете оно стало законом. Лечат настоящие врачебные мэтры, а учатся будущие. О значимости Оксюбинского медуниверситета на конференции говорил и профильный министр, выступив по скайпу. Глава всех врачей страны прибыть лично не смог, хотя в зале его очень и ждали, но зато, как всегда, не подвел Аким области. Он нашел время и лично поздравил всех, кто хоть как-то связан с историей вуза именинника. Несколько человек, среди них Куангали Абдрахманов, Намаз Изембергенов, Каиргали Ахметов, Булат Джиналаев, награждены нагрудными знаками за вклад в развитие отечественной медицины. Торжественное мероприятие в честь Международного дня учителя прошло в Академии творчества. В нем приняли участие Акима, Оксюбинская область и Актубе, около 400 почетных гостей и ветеранов педагогического труда. Благодарственные письма Акима области и сертификаты на 100 тысяч тенге получили 19 педагогов нашей области. За бесценный труд и верность профессии заслуженные учителя будут отмечены нагрудными знаками почетных работников образования Казахстана, ветеран труда и Ибрай Алтенсарин. Выездное совещание провели в пятницу у чиновники отдела ЖКХ и проектировщики на одном из участков русла реки Создинка. Участие в нем принял также Акима области Бердебек Сапарбаев. Паводок этой весной обнажил множество проблем городской инфраструктуры, на которые раньше обращалось не самое пристальное внимание. И теперь все же пришлось это сделать. Одна из них – чистота водоемов. Ил, мусор, отходы быта и прочая грязь не вывозилась с однорек годами, за исключением сезонного обустройства местных пляжей. Вопросы будут рассматриваться строительство моста через речку Создинково для садоводческого коллектива. Также второй мост будет строиться в районе пересечения Создинки с авторынком. Также в этом году начаты работы по очистке русла реки. Уже начали мы с проспекта Сан-Кибай-Батыра и дошли вот до этого места. В пятницу в здании Нур-Утан прошел общественный прием граждан. Принимали актюбинцев партийные кураторы и члены депутатской фракции партии власти. Обсуждались вопросы занятости, социально уязвимых слоев населения, проблемы касательно жилищного вопроса и не только. Такие приемы граждан проходят довольно часто, принимают абсолютно всех актюбинцев. Но следующий такой прием планируют провести в ноябре месяце этого года. У 11 актюбинских предпринимателей появилась возможность построить на территории города производственные базы, кемпинги, места массового отдыха и автозаправочные станции. Объекты промышленно-гражданского назначения будут возведены на земельных участках, продажа которых была осуществлена в ходе очередного аукциона. Он состоялся в Акимате в пятницу. Очередной аукцион должен был пополнить местный бюджет на 4 миллиона 200 тысяч тенге. На участке лотов по традиции дали намного больше. В результате продажи 11 земельных участков бюджет выручил 50 миллионов тенге. 58-летняя жительница Лос-Анджелеса приехала в Ак-Тубе для знакомства с жизнью и творчеством Димаша Кудайбергенова. В пятницу у Патристия Грулион стала почетной гостью праздничного мероприятия в музыкальном колледже. В ходе мероприятия член евразийского фан-клуба поблагодарила преподавателя Димаша за воспитание звезды мирового масштаба. Американка прибыла в Казахстан в начале августа и в течение двух месяцев посетила все концерты с участием нашего талантливого земляка. Личное знакомство с талантливым музыкантом оставило в памяти американке неизгладимое впечатление. Я приехала в Казахстан, так как когда увидела Димаша и услышала его чудесное пение и услышала его слова «Добро пожаловать в Казахстан! Приезжайте в Казахстан!» Поэтому я от всего сердца приняла это приглашение, приехала в эту прекрасную страну, чтобы поближе познакомиться с казахской культурой, чтобы изучить казахский язык, познакомиться с прекрасными людьми в Казахстане. Я просто хочу понять, лучше понять казахскую культуру, эту казахскую среду, откуда вышел такой чудесный, замечательный привет, который известен не только в Казахстане, но и во многих странах за рубежом. Казахстан